Первая демонстрация документального фильма «Цель Баку, как Гитлер проиграл войну за нефть», снята при поддержке фонда Гейдар-Алиева, состоялась в центре Гейдар-Алиева. В презентации приняли участие президент фонда Гейдар-Алиева Мехриван Алиева и генеральный продюсер фильма Арзу Алиева. Ведущее мероприятие отметило, что основная цель создания фильма – увековечение героизма Азербайджана, его донесения до подрастающего поколения и мирового сообщества. Руководитель этого проекта, посвященного 70-летию юбилею победы над фашизмом, генеральный продюсер фильма Арзу Алиева отметила, что в этом году весь мир отмечает 70-летний юбилей победы над фашизмом и поздравила с этим событием всех ветеранов Азербайджана. Арзу Алиева подчеркнула, что наш народ понес большие потери в борьбе с фашизмом, внес большой вклад в завоевание победы. Она поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке фильма. Бакинская нефть сыграла незаменимую роль в завоевании победы во Второй мировой войне. Во время войны 1941-1945 годов более 70% расходуемой в Советском Союзе нефти и 80% бензина приходились на долю Азербайджана. Танки и самолеты, сыгравшие большую роль в обеспечении победы, работали над горючим, посылаемым бакинскими нефтяниками. Героизм, проявленный азербайджанским народом в этой войне, никогда не будет забыт. Продюсер 52-минутной киноленты Луи Водевиль сказал, что испытывает гордость от пребывания в таком великолепном месте. Отметив, что через несколько дней будет отмечаться 70-летие победы, гость подчеркнул большую роль Азербайджана в завоевании этой победы. Особо отметив, что без вклада Азербайджана Советский Союз не смог бы добиться победы в такой кровавой войне. Он подробно рассказал о процессе съемок фильма, подчеркнул, что Арзу Алиева принимала активное участие на каждом этапе съемок. Луи Водевиль выразил глубокую признательность президенту фонда Гейдара Алиева Мегрибан Алиевой, генеральному продюсеру фильма Арзу Алиевой за оказанную поддержку в создании киноленты. Гость сказал, что во время работы над фильмом была собрана обширная информация о нашей стране, коснулся трудностей, с которыми Азербайджан столкнулся в первые годы независимости. Подчеркнул, что несмотря на это, сегодня наше государство, стремительно развиваясь, превратилось в страну с сильными позициями и международным авторитетом. Продюсер фильма отметил также, что все это стало возможным благодаря продолжению президентом Ильхамом Алиевым дальновидной политики великого лидера Гейдара Алиева. Затем состоялась первая демонстрация фильма. Режиссер этой картины, посвященной 70-летию победы над фашизмом, подготовленной для международной аудитории Роберт Магнерет, сюжетная линия фильма повествует о роли азербайджанского народа в победе и стратегическом значении нашей нефти в годы войны. В 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны на фронт из Азербайджана отправились 700 тысяч человек. Более 300 тысяч погибли на полях сражений. Азербайджан в этой войне участвовал не только человеческими ресурсами. В те годы азербайджанская нефть сыграла исключительную роль в завоевании победы. В годы Великой Отечественной войны 72% добываемой в СССР нефти стране давал Баку. А это значит, что каждый седьмой танк и каждый седьмой самолет, участвовавший в бою, работал на бакинской нефти. Этот фильм посвящен памяти всех, кто пережил тяготы и боль войны, в том числе людей, сражавшихся на передовой линии фронта и внесших вклад в Великую Победу своим напряженным трудом в тылу. Съемки фильма велись Баку-медиа-центром и известной французской продакшн-компанией документальных фильмов «Кларк Костель энд Компани» CCNC. В ходе работы над картиной «Цель Баку», съемки которой продолжались 14 месяцев, были исследованы видеоматериалы на 200 часов в архивах Азербайджана, Германии, США, Великобритании, Франции и России, а также многочисленные фото и другие документы. В фильме история Второй мировой войны рассматривается в совершенно новом аспекте. Сквозь призму борьбы за нефть, видеокадры, отражающие отдельные боевые сцены войны, которые до сих пор нигде не демонстрировались, восстановлены и представлены в цветовом формате. Экранное произведение создано на азербайджанский язык и переведено на русский, английский, французский, немецкий, итальянский и другие языки. 8, 9 и 10 мая фильм «Цель Баку, как Гитлер проиграл войну за нефть» будет демонстрироваться на канале National Geographic. Во Франции, Англии, Германии, Италии, Голландии, Венгрии, Чехии, Польши, Румынии, Португалии, Дании, Турции, Испании, Греции, Финляндии, в Балканских, Скандинавских и Африканских странах. Ожидается, что в целом фильмы видят 50 миллионов телезрителей.